всем привет с вами кекс и сегодня мы делаем очень простой очень интересный и вкусный бисквит с кукурузной мукой он получается вот такой желтый как на домашних яйцах оттуда всего лишь нужно заменить часть муки на кукурузную ну немножко поиграться с разрыхлителями содой в общем посмотрите рецепт очень простой я его оставлю также в описании вот прочитайте оставьте себе записки и давайте посмотрим как все это делать белки нужно отделить от желтков белки я высыпаю в чашу миксера желательно чтобы яйца у нас были охлажденными тогда у нас белок лучше взобьется добавляю сюда щепотку соли опять же для того чтобы белки у нас хорошо взбились и также это усилит вкус нашего бисквита пока белки взбиваются смотрите в общем я смешиваю ванильный сахар и обычный сахар буквально пакетик ванильного сахара мне туда нужно и сахара 120 грамм в кукурузную муку которая у меня 100 грамм я добавлю немного корицы именно в этом тортике который я буду использовать мне показалось что она будет играть очень интересно сюда обалденно подойдет цедра апельсина но ее тогда нужно добавлять уже в самом конце вместе с молоком так вот сюда еще мы добавляем разрыхлитель только разрыхлитель я добавляю в обычную муку не в кукурузную а в пшеничную которая у нас 50 грамм отвешена ну и туда вот одну треть чайной ложки разрыхлителя опять же перемешала кукурузная мука у меня вот такая вот тут плохо видно написано тонкого помолу то бишь очень тонкая мелкий помол как у пшеничной муки они такая прям как каша сейчас пришло время и белки я всыпаю сахар и включая дальше они у меня взбиваются сахаром до полного растворения сахара и до упругих плотных таких пиков сейчас покажу вот смотрите очень плотный белок сбился с сахаром стоячего такой как шапка если перевернуть чашу миксера то белок выпадать с нее не будет в этом очень важно чтобы бисквит наш был воздушный и не опадал и не поднималась шапка такая горкой если у вас будет жидко бисквитное тесто то у вас будет горкой ваш бисквит теперь уже можно поставить на низкую скорость миксер я добавила я точнее желтки я добавила и теперь я добавляю погашенную соду опять же одну третью чайной ложки соды гашу приблизительно таким же количеством уксуса высыпаю сюда так вот что у меня получается это буквально вот такая уже красивая яичная масса теперь вот она до сих пор стоячая то есть я долго не мешала это все чтобы белок не опал и сюда всыпаю уже свою кукурузную муку с корицей и пшеничную муку с разрыхлителем обязательно я это еще раз просеиваю сквозь сито чтобы насытить кислородом и перемешиваю перемешивать нужно довольно быстро долго не мешать стараясь ложкой либо лопаткой снизу вверх это делать чтобы опять же наш белок был воздушный и сохранил свою воздушность но тоже нужно смотреть чтобы не остались у нас такие мучные комочки это тоже не очень хорошо перемешиваем именно до того момента пока уйдут все мучные комочки и девочки кто смотрели мои рецепты раньше знаю что свои бисквиты я добавляю молоко и вот сюда я тоже добавляю приблизительно грамм 30 молока мне кажется что благодаря молоку наши бисквиты более воздушные и нежные внутри вы этого можете не делать по рецепту такого нет вот получается моё красивое тесто теперь это тесто нужно выложить форму форма у меня диаметром 24 сантиметра бисквит у меня получится где-то пять пять с половиной сантиметров в общем после выпечки это мне будет достаточно чтобы разрезать его на три коржа для своего тортика если вы переживаете что он у вас поднимется похуже или форма у вас на 26 где-то сантиметров то нужно использовать бисквит на 6 яиц и соответственно пропорции умножить в полтора раза и теперь отправляем мой бисквит в духовку температура 160 180 градусов приблизительно на полчаса и потом я убавляю температуру где-то градусов до 120 и еще минут 10-15 держу чтобы бисквит внутри хорошо пропекся и не опал ничего вы видите он ровненький сверху никаких шапок ничего нету равномерно золотистый красивый бисквит теперь оставляю остывать еще лучше если он простоит минимум 4 или как я всегда пеку бисквиты на ночь тогда он хорошо остается и не так будет крошиться в общем если вам понравилось мое видео ставьте пальчики вверх буду рада ответить на все ваши вопросы если вдруг они у вас появились после видео подписывайтесь на мой канал а с вами был кекс до новых встреч пока пока